Здравствуйте, меня зовут Владимир, я преподаватель курсов операторского мастерства и монтажа в Санкт-Петербургской школе телевидения. И сегодня мы поговорим о том, как правильно кадрировать человека в кадре. Если рассматривать профессию оператора как продолжение профессии художника, то и правила кадрирования операторские, они очень похожи с правилом кадрирования, как кадрируют художники своей картины. Во-первых, художник никогда не скадрирует картину, если только это ему совсем не нужно специально, он никогда не обрежет человеческую фигуру по каким-то суставным сочленениям. Например, никогда человек не будет скадрирован, обрезан по коленям, он никогда не будет обрезан по щиколотку. Если и будет человек не целиком ходить в кадр, он всегда будет кадрирован, обрезан между суставами или выше колена, посередине бедра, или ниже колена, где-то на середину голени, но никогда по суставам. Запомните, это очень важно. Любой профессиональный тренированный взгляд сразу видит неправильное кадрирование. Это что касается обрезания человеческой фигуры. Еще раз запоминаем, никогда не режем человеческую фигуру по суставам. Что касается крупностей, можно выделить три вида крупностей. Это общий план, средний план и крупный план. К человеку это абсолютно все применимо. Общий план – это когда у нас полностью человек входит в кадр. Средний план – это человек по пояс. И крупный план – это все, что выше груди вы кадрируете. Это называется крупный план. Так уж сложилось, что в нашей профессии у разных крупностей есть свои сленговые названия. Они не все приличные, поэтому я не все их буду называть. Но самое приличное, которое я могу озвучить, это следующее. То есть, когда мы кадрируем по чуть ниже бедренного сустава и чуть выше колена, это называется рождественский план. Если вы придете ко мне на курс, я вам объясню, почему. Когда мы берем и кадрируем по грудь, это называется молочный план. И любой оператор, любой режиссер, если вы будете говорить с ним этим сленгом, он всегда поймет. Мы, ну, во всяком случае, я никогда не использую вот новомодных всяких клоузапов, там, филпушев, ну, различных вот этой мешанины. Потому что все уже придумано со времен Юсова, и же с ними все придумано нормальным русским языком описывать. Ну, так вот, запомнили, чуть выше колена, ниже бедренного сустава, это рождественский, а грудной план – это молочный план. То есть, если вас попросят снять молочный план, вы не растеряетесь и поймете, о чем идет речь. Что касается общих и средних планов, понятно. Далее переходим к крупным планам. Все, что дальше молочного плана, то есть крупнее, это уже идут классификации как крупные планы. Тут очень важно помнить о том, что, когда мы выходим на такую крупность, очень важно сохранять экранное пространство определенным образом. То есть, если мы будем просто кадрироваться и укропняться вот тупо, центруя голову посередине, это будет неправильно. Мы тогда нарушим все правила композиции. Когда мы переходим к крупным планам, ну и вообще это относится и к средним, и к общим, но более всего к крупным. Грубо говоря, вот кадр. Я посередине сейчас кадрирован. Кадрируем. Я смотрю вот сюда, меня начинаем кадрировать в правую сторону кадра. И тогда получается правильная композиция. Соответственно, если я смотрю туда, кадрируем меня вот таким образом. Что касается кадрирования, вот такие два правила есть. Еще раз повторюсь, кадрируем, не режем человека по суставам и оставляем свободное пространство в том направлении, в котором смотрит человек. В принципе, для первого урока вот эти два правила этого достаточно. Спасибо. Спасибо.